Кубок Мира и Европы Вы очень активно участвуете уже в Нижегородское отделение и в соревнованиях по Волжье и ездит на сопредельные территории в Центральный федеральный округ и в Москву. Мы очень довольны развитием и понимаем, что и со стороны мэра очень серьезная поддержка и мы надеемся, что именно благодаря этой поддержке и будет собственно осуществляться вот этот дальнейший рост. Ну и понятно, что мы почувствовали, что ребята в состоянии организационно освоить стандарт проведения мероприятий, который мы предъявляем к регионам, предъявляет Центральный офис. Нижегородцы стремительно развиваются тоже. Лидеры в Приволжье федеральном округе. У нас ребята трижды, дважды выигрывали ПФО и уже в прошлом году даже становились в призах на всероссийских турнирах. Сегодня очень напряженные поединки, очень сильная конкуренция, нереально зрелищные бои. Поэтому нашим ребятам пока еще, наверное, просто рано. Неприятным сюрпризом для нижегородцев стал вылет из турнирной борьбы нашего лидера Ники Папавы. В итоге единственным спортсменом, представляющим наш регион, кому удалось пробиться через полуфиналы, стал Дмитрий Клюквин. Он стал бронзовым призером Кубка России в категории 270 единиц. К сожалению, третье место не гарантирует попадание в сборную России. Но с учетом высочайшей конкуренции на этом турнире бронза Дмитрия Клюквина – это уже победа всей нижегородской школы КУДО. На этот турнир собрались чемпионы мира, двукратные чемпионы мира Европы, неоднократные чемпионы России, заслуженные мастера спорта. Это все, а теперь нет? Это нет, это не только обо мне. Эти люди здесь на самом деле существуют и бьются. Вот и поэтому за счет них она выглядит настолько мощно.